Вопрос вам. А кто были пра-пра-дедушки, пра-пра-бадушки? С какого рода Иисус? По человеческой линии. Ну-ка, в результате священного писания. А? Иисус, Сын? Кого-кого? Давида, помилуй меня. Мы с вами читаем Библию, и много я проповедовал о Давиде, потому что это был первый царь. Из рода которого проносил Иисус. Поэтому нам очень важно посмотреть. Вот, ну, второй царь, я имею в виду род Давидов. Да. Он был другой царь. Не буду подсказывать, как он зовут. Поэтому Давид, Давид, я много о нем проповедовал, понимаете, читаете эту историю, мне очень нравится Давид. Он имел очень близкие отношения с Богом, все его отличало. Он был человеком по сердцу Бог ему, и когда он падал, а он падал и совершал тяжкие грехи, он вставал или нет? Вставал. Мне очень нравится это место в Священном Писании, где написано в притче 24 главе, 7 раз упадет праведник. Если ты праведник, если 7 раз упадет, то что с тобой произойдет? И встанет. А почему он встанет? Потому что Бог тебя подымет, Бог тебе поможет. Что, я, знаете, вспомнил два таких образа, русских, наверное, это неваляшка? Знаете, что неваляшка? И ваня-то встанька. Вот как бы вы эту неваляшку не положили, она все равно раз и встает к Господу. Как бы вы этому ваню устанет к Господу? Вот я хочу вам пожелать, братья и сестры, если ты упал, не лежи, вставай, подымайся, Господь тебе поможет. Если ты праведник, знаете, сердце твое нам укинуется к Господу. Да, на все многое согрешает, но если ты праведник, ты снова встанешь. Скажите, здесь аминь, если вы согласны. Дальше у Давида родился Соломон, и я вот это тоже проповедовал. Знаете, было много событий в его жизни, и одно из самых удивительных, когда он построил храм, я прочитаю, и не могли священники стоять на службе, никогда было священник храма, по причине облака, ибо слава Господне наполнила храм Господень. Кроме того, как Господь, как Соломон кончил строение храма Господне, явился Соломону Господь во второй раз, как явился ему в голову, и не сказал ему, Господь, я услышал молитву твою и прошение твое, о чем ты просил меня, я следил сей храм, который ты построил, чтобы пребывать в имени моему дам оверх, и будут очи мои и сердце мое там во все дни. У тебя внимание, это касается нашей проповеди о его детях. И если ты будешь ходить при лицом моим, как ходил отец твой Давид, в чистоте сердца и в проводке, исполняя все, что я заповедовал тебе, и если будешь хранить уставы мои и законы мои, то я поставлю, что Бог обещал, я поставлю царский престол твой над Израилем вовек. Как я сказал отцу твоему Давиду, говоря, не прекратится у тебя сидячая на территории Израиля. Соломон в начале царствения очень любил Бога. Он был таким горячим, пылким, любящим господом, но потом, к сожалению, он упал. Я сейчас не буду повторять, это проходит причины и следствия. Я вот просто прочитаю финал. И полюбил царь Соломон многих чудескранных женщин, и было у него 700 жен и 300 наложниц, и развратили жены его, сердце его. Во время старости Соломона и слоны его склонили сердце его к иным богам. Внимание! И сердце его, Соломона, не было вполне преданным Господу Богу своему. И стал Соломоном. Внимание! Кто стал служить? Сам Соломон стал служить кому? О старке Божеству Седовскому, Милхому, Мержести Амманистской. И делал кто? Соломон. Неугодный предачами Господа, не вполне посредил Господу, как дарил отец его. Построил Соломон. О ужас! Капище Хамусу Мержести Амманистской на горе, которая перед Иерусалимом. И Молуху Мержести Амманистской. Соломон построил. Так он сделал для своих чужестранных жен, которые как гири приносили жертвы своих богам. И ужасный девятый стих. Не дай Бог, чтобы кто-то из нас не услышал. И разгневался Господь на Соломону. Разгневался Господь на Соломону. И сказал Господь Соломону, смотрите, какой вердикт выносит Бог в результате вот этого отступления и глопоклонства. И сказал Господь Соломону, за то, что там у тебя делается, и ты не сохранил заветов моего и уставов моих, которые я заповедовал тебе. Я, я, Бог, отторвану от тебя царство, и отдам его, как вы думаете, кому? Когда он был в войну. Это было прямое пророчество Бога, жизнь Соломона в результате идола, поклонничества и отступления. Смотрите, какая разница. С одной стороны, сначала Бог сказал, если ты бы следовал за мною, то царство будет для тебя и твоих детей всегда. Представляете, какое благословение? По тонусу, до тысячи родов. И все цари, и все благословенные. А тут он говорит, я отторвану. Я царство возьму тебя и отдам. Нет ни родственнику твоему, нет ни тому, кто больше заплатит за эту должность, а работу твоему, которая служит у тебя. Вот этому человеку я отдам царство. А твоя вина? По сути дела прекратится. Там Бог окажет милость одному колену. Ради Давида, не ради Соломона. Снова это прочитаю. Соломон начинает царство в мире, благословение от Господа. Когда он пишет тихо, смотрите, как он начинает, он пишет. Ты знаешь, что Давид, отец мой, не мог построить дом имени Господа, в обыск его по причине воин с обвесными народами. Доколе Господь не покорил их под стопы его. Ныне же Господь, говорит Соломон, Бог дает, дарил мне покой обовсюду. Такое прекрасное время. Нет противника, и нет боли преподов. Об этом Соломон фиксирует. В результате видов поклонничества, Соломон теряет все. И дальше вот этот мир и покой. И мы обычно историю Соломона оканчиваем на этом, в отступлении, и идем дальше. Смотрите, что было. И возник Господь противника на Соломона, Адера и Думианина. Три противника, которых возник Господь при жизни Соломона, написано в этом Библии. Итак, первый его звали Адер, и возник Бог против Соломона еще противника, Разона, и собрал около себя людей, сделался начальником шайки, хочется добавить лейки. И был он противником Израиля во все дни Соломона, он всегда вредил Израилю, и сделался царем Сирии, не гил ли это. И Ервам, раб Соломонов, поднял руку на царя. Итак, три противника. Практически, знаете, первые мысли, которые я хочу вам оставить. Уклонение, выдало поклонничество, приведет к большим проблемам в нашей жизни. И если твоя жизнь была мирной, спокойной, как мы читаем, во всяком благочестии, чистоте, мы ходим, доверяем Господу, любим Его, поклоняемся Ему. И даже когда горе происходит, Бог узнает, его легче переносить. И ты понимаешь, что это от Господа. Но без Бога это ужасно. Появляются противники внешне и внутренне. Появляются новые проблемы, которые ты ищешь. Потому что идолопоклонничество, это не только поклонение статуям и идолам. Идолопоклонничество, это поклонение кому-то или чему-то, кроме Господа Бога. Помните, как Первый Запад, или Одный Западник, гласит, не делай себе кумира, не делай себе кумира, и не поклоняйся им, и не служи им. Братья и сёстры, риторический вопрос, не риторический, а прямой вопрос. А кто наш кумир? Кому или чему мы поклоняемся, кроме Господа? Это идолы в нашей жизни. Может быть, мы привыкли, и они уже давно в нашем доме поселились, или в гараже, или ещё где-то. Я не знаю. Но если твое сердце поклоняется больше не Господу, а кому-то или чему-то, это идолы, поклонничество, это вступление твое от Господа. Смотрите, как в Новом Завете ещё более серьёзное место. Прелюбодеи. И прелюбодеи, и не знаете ли, что дружба с миром есть? Вражда против кого? Бога. Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Бога. Представляете себе, какой выбор? Нет, давай будем друзьям этого мира, давайте мы служим, помогаем, социальные проекты, давайте мы станем как они, будем активаться как они, петь песни как они, праздники праздновые тихние. Братья и сёстры, подождите. А Господь-то, чтобы на эту тему думать. Кто ты, друг мира или друг Иисуса? Бог для тебя друг или враг? Это же такое серьёзное место. Мир, в котором вокруг нас, эта система ценностей без Бога. Если мы выстраиваем свои ценности, свою жизнь, в соответствии с этими мирскими ценностями, может быть незаметно, а может быть и заметно, мы становимся отступниками, идолопоклонниками. К сожалению, это происходит очень часто. Ибо всё, что в этом мире, похоть плодит, похоть отчей, и гордость и действия не есть от Отца, но от мира сего. Кому мы поклоняемся? Кому мы служим? Поклонение идолам этого мира и жизнь в мирских ценностях это духовное преребудеяние и измена Богу. И мы становимся, как я прочитал, врагами Богу. Где наши сокровища, написано в Писании? Ибо где ваши сокровища, там будет и сердце ваше. Где ваши сокровища? В чём оно? Где наши сокровища? Где наша ценность? Почему мы приходим сегодня к церкви? Потому что тут наши сокровища. Скажите это, да? А где-то кого-то не ценность, они 33 причины найдут, и они будут все уважительные. Причины-то все уважительные, понимаете? Но где твоё сокровище? Там твоё и сердце. Туда-то будет складывать душу свою. Деньги, время, силы, здоровье. Пусть Господь нас благословит быть поклонниками Иисусу Христу. И вот восстанавливается после Соломона Робоам. Робоам. Третий царь. Ну, четвёртый, да, царь? Ну, и третий из рода Давидова. И он вообще ничего не делал. Ни худого написано, ни доброго. Вот три года он был, ну, как он говорит, такой, болотами, рыбы, ни мяса. Такой тёпленький христианин. Знаете, вот много таких христианин. Не хочу никого сейчас трогать. Ну, вокруг меня столько много тёплых, хороших, душевных. Ну, таких тёплых. Вот их прям огнив, там тепло, их тепло, тепло. Но они тёплые христиане. Они обычно сидят, ну, да, головой, кстати, как и вагры, имеющими такое благочестие. Они знают, какие правильные поговорили сказать, явки, слова, где встать, где помолить. Ну, и они не живут так, чтобы сердце горело. Знаете, когда ты с огненным христианином соприкасаешься, он может так и чувствовать, он просто может быть рядом с тобой ничего не говорит. Ну, ты чувствуешь, как тебе лучше. Огонь! Дышит! Понимаете? Тут Господь благословит, что наши сердца горели. То есть сердца наши горят. И вот, смотрите, Равам 3 года такой был ни то, ни сё, ни вы, ни мы. Знаете, я почему это говорю? Потому что вот эта теплота, почему так много христиан уходит в мир? А потому что если ты тёпленький, настанет время искушения, дьявол тебя подловит, Равамам и через 3 года, тебя могут быть через 5 дней, через 10, через 20 лет. И он поставит тебе подножку, и тебя уже здесь не будет. И ты будешь думать, что ты ещё христианин, но ты уже давно не будешь таким. И придут искушения. И ты совершил грех от Сух Шадова, если ты будешь тёплым, а не горячим. И смотрите, пришёл сусаким, царь египетский, Варусалим. Это прижит Равама. Пришёл сусаким, царь египетский, Варусалим, и взял сокровища Дома Господня. Можете представить, он вошёл в Дом Господень, взял сокровища, всё взял он, взял и щиты золотые, которые сделал Соломон. И сделал, смотрите, проблема какая. Пришёл египетский царь, забрал всё из храма, и что? Делал Равам. И он ничего ничего не придумал. И сделал царь Равам вместо золотых щитов, щиты медные. И отдал их на руки начальникам-делохранителям, охранявшим вход дома царского, когда выходил царь в Дом Господень, приходили телохранители, несли их, а потом опять относили в палату телохранителей. Смотрите, подделка, он сделал поддельные, ненастоящие щиты. Щит, что там он заветит, про щит говорится? Щит чего? Щит веры. Братья и сёстры, а у нас золотой щит веры? Или поддельный? Знаете, месть можно начистить, а она только будет блестеть. И многие христиане давно имеют вот эти поддельные щиты веры. Они ненастоящие. Они и сами христиане ненастоящие. И щиты веры у них ненастоящие. У них подделка. Они вроде религиозные, без крестиками на шее. Но давно-давно не знающие Господа. И Рам хотел как-то скрыть от народа, что мы его обограли. И все эти святыни Господь не забрали. И он сделал подделку. Понимаете? Он стал шаг за шагом отступать от Господа. И знаете, чем он закончил? На его надгробии написали. И делал он зло. Потому что не расположил сердце своего к тому, чтобы взыскать Господа. Братья и сестры, как вы думаете, что напишут на нашем надгробии? Знаете, мы-то думаем, ну, наверное, напишут, он был такой тепленький, хорошенький, добренький, и лаз, понимаете? После смерти у нас есть две судьбы. У нас мы будем жить вечно, все, все без заключения, верующие, не верующие. Или ты делал, или ты спасенный, помилован в крови Иисуса Христа, или ты не Бог и человек. А все остальные, все вот эти, помилучшие стадии, говорят, вот 20 лет назад я пополнялся, господи, подождите, это никого не волнует. Венчая это не начало, а конец. И он умер с царским отступником, он делал злое. Он делал злое. Это Раваам, это сын Соломона, при котором произошло разделение, исполнилось это пророчество. И вот давайте теперь прочитаем про того, кто, с другой стороны, разделил-то царство, кто, кто посекнул на царство царя Соломона. И Раваам, Рав Соломонов, как было предсказано. Смотрите, кстати, имена интересные. Раваам и Раваам. Такое ощущение, что интересно, да? В это керезь имена Раваам и Раваам. Смотрите, не перепутайте, кстати. Ну, хотя они очень близко. Но я вам скажу, и Раваам еще круче был, в плане отступления, чем Раваам. Раваам он делал злое, а это еще хуже. Это восклоняли многие века. 25 раз в Библии упоминяется в имя, что не делайте, как и Раваам. Потому что это гикий ужас что он наделал. Давайте читаем, что как произошло. И Раваам, Рав Соломона, поднял руку на царя Соломона. И Раваам, тот человек мужественный, Соломон заметил, что этот молодой человек, умея делать дело, поставил его смотрителем над оброчными. В то время случилось и Равааму выйти из Иерусалима и встретил его на дороге пророк Асия. И на нем была новая одежда. На поле их было только двое. И взяла Асия новую одежду, которая была на нем, разодрал ее на 12 частей и сказал Иерусалиму «Возьми себе 10 частей, ибо так говорит Господь Бог Израилю, вот, я издоргаю царство из руки Соломоновой» внимание, смотрите, какой пророчный он говорит, «Я издоргаю царство из руки Соломоновой и даю тебе 10 колен, а одно колено останется за ним ради Раваама и Мудавида и ради города Иерусалима, который я избрал всех колен и Зайлию. Это за то, внимание, за что? За что такое вердикт? За что такое наказание или исполнение этого горького кровячества? Это за то, что они оставили меня и стали поклоняться оставили в Иерусалиме в Иерусалиме и Мухаммусу Богу Мавистскому и Милхому Богу Мавистскому и не пошли путями моими, чтобы делать свободное предачами моими и соблюдать уставы мои и заповеди мои подобно Давиду отцу их. Я не беру всего царства из руки его Соломона и Манитархи. То есть я не беру всего царства Соломона, но оставлю его владыковую на все дни жизни его ради кого? Роди отца Давида. Рабам его, который я избрал, который соблюдал заповеди мои, уставы мои, но возьму царство из рук кого? Сына его Равама, который мы говорим. И дам тебе из него десять ковет. Тебя я избираю, говорит Господь через пророка. И ты будешь владычествовать над всем, что пожелает душа твоя и будешь царем над Израем. Внимание! И Бог говорит и Равамам, смотрите, какое замечательное опять пророчество, и мне очень нравятся вот эти слова «если», как условия. Помните, когда я проповедовал сломание, я сказал две истины. Бог дает больше того, чем мы просим, и ожидаемое. Второе, Бог не дает все сразу. И в нашей жизни так. Бог нам много уже дал, скажите, это аминь. Но он может вам еще больше дать, скажите, здесь только аминь. Если мы будем соблюдать все, что я заповедую тебе, говорит пророк, и будем ходить в руках моим, и делал таки угодные предачами моим, и соблюдай уставы мои, и заповеди мои, как делал рожь мой Давид, то я, говорит Господь, буду с тобою и устрою тебе дом твердый, как я устрою Давиду и отдам тебе Израиля. И смирю я род Давидов за сие, но не на все дни. Соломон хотел умертвить Иераваама, появился противник, но Иераваам встал и убежал в Египет, с усадим целью египетскому, и жил в Египте до смерти Соломона. Итак, первое пророчество в жизнь Иераваама. Рак! Вот представьте себе, он рак, он не родственник. Почему его Господь избрал? Что ожидал от него Господь, вы заметили? Что Господь ожидал? Он сказал, если ты последуешь как Давид, и он не на Соломон указывает, потому что Соломон когда вступит. Вот как Давид, вот если ты будешь, то царство твое будет твердым, ты будешь царем, 10 колен я тебе даю, представляете себе, он рак. Братья и сестры, я знаю, что некоторые из нас трудные времена мы идеальные живут, а может быть, кого-то из вас Господь сделан президентом какой-то страны, или президент какой-то компании, вы верите в это? Нет ничего невозможного для Господа, послушайте, ходите перед Господом высказать. Я все же подметал улицу и буду подметать. Я все же издобивал гвозди, тогда иди, кто тебе сказал, что ты всегда был храбом. Следуй за Иисусом, и он возвысит тебя, может быть, до высот, которые ты себе на себе не ставить не можешь. Можете себе представить, первое рак, и через это время он стал царем над основной частью израильского государства. Итак, первое пророчество, смотрите, я обращу внимание на веки слова. Я истокну царство из руки Соломонова и дам тебе 10 колен. Тебя я избираю, говорит Господь, и ты будешь владычествовать на всем, чего пожелает душа твоя, и будешь царем над Израилем. Бог избирает Иеравааму быть царем. Иераваам, раб Соломона, поднял руку на царя. Смотрите, что сделал неправильно Иеравааму? Почему он поднял руку на царя? Что было в этом пророчестве сказано? Что было в этом пророчестве сказано? Я вам так помню. Он сказал, Соломону я ставлю царство, пока он живет, ради Давида. А ты получишь, то есть я тебе сказал, при ком? При сыне его. То есть, Соломон, подожди немножко. Потерпи. Но он получил пророчество и подумал, А что я буду ждать? При каком-то сыне. Пожалуй, начну-ка я готовить переворот. Майдан. Соберу сторонников, куплю каналы телевизионные, подключу спонсоров. И так далее. Я знаю, как все это делается. И он начал при жизни Соломона собирать последователей. И Соломон это услышал. Как вы думаете, понравится ли царю тот, кто против него что-то задумал? И он хотел его убить. Здесь такая интересная мысль. Интересно, что Бог здесь стал на сторону царя, отступника Соломона. А почему? Потому что он помазали Господень, и он царь. Знаете, есть очень важные условия. Вот всему свое время. Вот терпеливо надо уметь ждать. Можешь быть ты призван быть президентом большой компании. Но сначала ты должен внизу поработать, чтобы потом стать президентом компании. Можешь быть ты призван быть пастором, дьяконом, музыкальным лидером прославления. Но сначала ты должен внизу поработать с труды. Поэтому, смотрите, в Библии очень важные такие вещи вам за этим написано. Руки ни на кого не возлагай. Поспешно. А можно я, вот мне 19 лет, я искренне уверен в Господа, ну как уложите меня в пастора, а можно? Но епископ должен быть не порочен одной женой муж. А можно я буду не женатым? И там еще такой характер. Требоник епископу, дьякому, пресвитивому, пастору. Характер у тебя должен сформироваться. Понимаете, почему поспешно не возлагает? Ты должен вырасти в царя, ты должен вырасти в служитель, ты должен вырасти в президента компании. Поэтому, всему во время, я хочу освободрить это. Будьте смиренными перед Господем и учитесь ждать. Но, видимо, Иерлану некогда было ждать, он готовил вот это восстание, и Бог занимает позицию царя. Есть еще одно удивительное место в Библии, которое я хочу вам оставить всем нам пожеланием. Мы его рецепт цитируем, а я хочу его вам напомнить. Всякая душа, всякая или не всякая, или не какая-то согласна, всякая душа будет покойна тому, высшим властям. Подождите, а я не согласен, а мне не нравится экономическая политика. Подождите, всякая душа будет покойна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Не понял, Господи, вот эта власть, которая над нами от Бога, может, мы ее заслужили, мы не знаем, но нет власти ни от Бога, существующей же власти, тем установлены выборами, демократичными, а от Бога установлены. Почему противящиеся власти противятся Божьим установлению, а противящиеся сами на грехутность для осуждений. И это писал апостол Павел Риблина в пострах христианом в Риме, где были весточайшие угодонения. И многие говорили, а давайте мы не будем покоряться этой власти. Братья и сестры, послушайте, Бог занял позицию царя Соломона, потому что он помазан и он царь. И это пророчица было, ты будешь царем ради Давида. Ради Давида ты слоном будешь царем. А вот при твоем сыне Равааме произойдет то, что я сказал. И Раваам это не услышал. Внимательно слушайте, что Бог говорит. И в точности исполняйте слово, которое вам сказано. И вот это потрясающее, как я сказал, обетование «Если», да, слава Богу, что у Раваама был вот этот шанс. Знаете, говоря о верности и неверности, недавно читал книги Яваковейские, а апокрифические книги Библии. Есть псинодальные Библии, а есть апокрифические. Кстати говоря, некоторые говорят, а зачем вы читаете апокрифические книги? Ну, вот мое просто зрение. Может, меня потом ко мне будут повредить. Я скажу, после того, когда вы прочитаете псинодальные Библии, прочитайте книги, которые не вошли в канон. Потому что, ну, по разным причинам они туда не попали, но есть замечательные книги премудрости Сираха или премудрости Соломона, да, там, третьи книги Ездоров, где пророчества Михаила Мельчинова. Есть в том числе книги Маковейские. Четыре книги Маковейские. Этот период они отписывают от Исаии до Родисства Христова. Тут, пропущенный период. Библия, как бы, малаши заканчиваются с пророком. Там целый период просто опущен. И непонятно, что происходило. А там ужасные вещи происходили. И вот я просто одну историю просто хочу вам как бы она меня прям коснулась. Ангиох 4-й Эпифан захватил Иерусалим и он стал глумиться над я хотел сказать над христианами. Как это скажу? Над христианами того времени, хотя еще Христа не было. То есть над теми людьми, которые следовали Слову Божьему. И он ничего лучше не придумал, как стал заставлять их есть свинину. Свинина была запрещена в этом завете. И знаете, многие евреи сказали ну что тебе поделать? Будем есть свинину. Он расцарь там под полом автомата говорит ешь свинину. А его задача была унизить их понимаете, чтобы они отступили от слова Бога, чтобы они прогнулись. Вот это у них очень многие отреклись, очень многие сломались, очень многие оказались верными Богу. И вот описывается история одной женщины, у нее было семеро засыновений. И всех шестерых по очереди убивают на его глазах. Представляете себе? Потому что они отказались съесть свинину. И доходит очередь до последнего младшего сына. Вы знаете, сердце матери, вот представьте себе, кто мать? Вот представьте себе, убили шестерых, седьмой стоит, и они готовы его убить. И ему говорят, ну съешь эту свинину. И многие уже из друзей его поют услушают. Кради матери сделала я уже добавляю только своими словами. А мать ему говорит, сынок, скормила тебя, умри как мужчина. Будь верным Богу. Знаете, я просто эту историю вспомнил, как одну из историй верности христиан, а сколько их было в Новом Завете в начале века, а сколько их было в Минаме вспоминалюзников, которые в нашем городе из Коскиха, Алексея Федоровича, пастора из-за церкви, который был убит в тюрьме. Сколько таких мучеников, которые, их суть не известно, и что они говорили, но они были верными Господу до конца. Вот представьте себе, на этом фоне Соломон отступник, я просто вот эту грань показываю, кто-то оставался верным до смерти, а кто-то легко так отступал в Господу, ну подумаешь, ну ладно, молись одному Богу, теперь будем вот этим мерзостью молиться, этим идолам поклоняться, какая разница, в какой храм ходить, в храм Божи, который я построил, или в храм хамусу идол, или мерзость аммонист, понимаете, а это существенно, это совсем другая жизнь, это другая, другая поклонение, другое исповедание. Вот это звучит первое как пророчество Иеравама, еще при жизни Соломона, это слово призвания Иеравама, оно одновременно, знаете, слово Боге, оно одновременно оно счастливое и горькое для нас. Почему мы любим слово Божье? Потому что оно нас питает, да? Вы питаете слово Божье? Вот иногда читают слово Божье и думают, блажен муж, ой, это про меня, ой, я буду как дерево, ой, у меня плод, ой, я буду... И в то же время слово Божье, оно горькое, оно нас осуждает. Почему вот это, понимаете, оно судит нас до разделения души и духа понимаете, поэтому некоторые говорят ой, я не хочу все места из Библии читать вот какой-то, вот хочу только хорошие места читать, Бог есть любовь, Аллилуйя Бог есть любовь, Он меня любит всегда, во всякое время знаете, слово Божье требует от нас изменений и перемен и написано, что все Писание живо и истинно и острее всякого меча обоюда острого оно проникает до разделения души и духа составов, мозгов, судя по мыслению в мире сердечное Писание говорит, что в последнее время люди захотят слышать слово Божье в возвращенном виде то есть, они будут выбирать учителей которые говорят им стилы слова таких учителей, которые будут одобрять и грехи смотрите, как написано, и будет время когда здравое учение принимать не будут но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые стили бы слуху и от истинны отвратят слух и отвратятся к басне не к слову Божьей вам басне расскажу вам басню муравей, истрекоза там, попрыгунь истрекоза вето красное пробел вместо пропуни представьте себе оглянуться не успел братья и сестры, давайте вето заготавливай урожай на зиму и все собаки, скажи это была пробега знаете, один крузовик гречики нарисовал мальчик с кальзиной на голове ну как люди думали они поставили картину на улицу она была такая, ну картина люди ходили, пришли к его дому смотреть представляете ли, настолько было все нарисовано круто, качественно, что даже птицы прилетали, садились на двоих локазил с фруктами чтобы клевать эти фрукты и все говорили, вау, чего себе надо, даже птицы садятся чтобы клевать виноградом а он такой недовольный говорит, мне картину не удалось ну как не удалось, птицы садятся они поверили птицы садятся на голову но они мальчика не боятся мальчика я плохо нарисовал он их не отпугивает знаете, слово БОФЕР оно такое понимаете, оно и сладкое и горькое и мы не только нам благословит чтобы мы держались слово БОФЕР и есть еще один такой деятель американский в сумме его упомянул Томас Жеферсон третий президент президента Америки если вы поймете изменять он же что надумал он же из Библии своей вырезал все места, которые о кресте, о страданиях о ГОЛГОФЕР и оставил только такие вот где Бог есть любовь несудимый да несудимый ну мораль он говорит вот это меня назидает вот это хорошее слово вот это классно а все что связано со суждением грехами не, 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 я их читать не хочу братья и сестры послушайте я почему все это рассказываю очень важно быть внимательным к тому слову БОФЕР в точности соблюдать иногда это горькое слово иногда оно сладкое иногда оно нас обличает и мы должны быть послушными оно нас призывает к покаянию, к изменению благословит тот, что немедленно действует и Иеравааму было это слово вот это пророчество и смотрите что сделал Иераваам? и пошел Иераваам да, ну давайте само разделение как оно произошло очень интересно и пошел Иераваам это тот сын, да, Соломон в Сихем и во Сихем пришли все израильтяне, чтобы воцарить его и услышал о том и Иераваам сын Наватов когда находился еще в Египте куда убегал он от Соломона и взрывался Иераваам из Египта и послали за ним и признали его тогда Иераваам и все собрание израильтяне пришли и говорили Иеравааму и сказали то есть все собрание было говорит Иеравааму приходят к Иеравааму к царю настоящему и говорят отец твой Соломон что не понял наложил на нас тяжкое игое ты же облегчил нам жестокую работу отца твоего и тяжкое игое которое он наложил на нас и тогда мы будем служить тебе как вы думаете хорошее просьба ну сменился царь почему бы не попросить а вдруг у нас все игое налоговые премии и другие всякие ну вдруг а вдруг что-нибудь а вдруг как вы представили а вдруг дешевле будет никто в это не верит а вдруг он продает чудо и рубль станет не пятьдесят восемь а шестнадцать верите в это? никто не верит а что такое за тяжкая игое Соломона смотрите об этом написано в четвертой главе третьей книги Царь что сделал Соломон почему это игое было тяжко для народа во первых он привлекает священников во дворец для административной работы это было вообще очень необычно он священников для административной в администрацию президента привлек на работу священников хорошо это ли Бог я думаю как же он занимается своим делом кесарево кесарево богу богу но это мое только зрение дальше делит Израиля двенадцать частей не по коленам а по догадайтесь по федеральным округам чтобы было удобно управлять по территории он так все нарезал на сколько восемьдесят федеральных кругов в России самое интересное Иуду Калина Иудина у нас вводила от налогов это были такие типа князья голубая кровь а мы из колена Иудина а мы москварчи а мы в Иерусалиме прием пожалуйста работайте на нас кормите нас нища знаете как все похожи я читаю и прям удивляюсь и все другие колена кормили царских гор и тут Соломон заложил вот это разделение между севером и югом между бедными и богатыми потому что был Иерусалим и бедные другие кечи колен северного царства которые нищики были в столице все было хорошо богато в правительстве нищета и при строительстве храма он привлекает Кира чтобы он ему помогал строить и Кир попросил Соломона говорить слушай а давай вы еще будете весь мой царский двор кормить Кир получилось что народ собирал налоги кормил Соломона весь его царский двор его любимую жену напоминаю сколько у него было и прислуг посмотрите сколько надо было и еще кирский дом он кормил там написано что же что же происходит то есть двойное налогообложение если хотите так и вот кроме того кроме вот этих вот этих двойных налогов он раз в три месяца раз в три месяца каждый мужчина должен работать в каменоломни то есть четыре месяца в году мужчина должен быть вне дома работать в каменоломни чтобы строить храм и кстати параллельно строится что что кроме храма кто не подсказывает дом в Соломон знаете храм строился 7 лет а дом в Соломон сколько 14 это тоже было игорь представляете себе пришло два месяца на третий месяц так давай брат каменоломню а ты не знаешь выживься мне у меня работа у меня справка у меня трое детей никого не волнует давай иди работай и вот вроде есть вот эта национальная идея построить храм вроде так все круто звучит вот это братский труд понимаете это было игорь для народа богева они это сделали они смогли построить и храм и дом Соломона и Кира кормили и Соломона кормили но когда пришло вот это время ну вот царя они просят его о просьбе и говорят слушай облегчите пожалуйста нам игорь вот интересно как вы выпустили на этом месте что бы вы сделали здесь вы к вам и вы президент вам приходят облегчите налогообложение ну пожалуйста ну дайте нам гиль ну не надо нас каменоломни смотрите царь Роман советовался со старцами которые предстояли перед Соломоном отцом его при жизни и говорили он как посоветуйте вы мне отвечать всему народу он вроде правильное дело он зовет старцев которые были при Соломоне людей мудрых старейших помазанников ну там или служителей разного рода скажем так государственную думу или как это совет федерации да помазали они говорили ему и сказали если ты на сей день будешь слугой народу знаете какой они мудрый советуют если ты на сей день будешь слугую народу всему и услуги этому народу и удовлетворишь им и будешь говорить им ласково то они будут твоими рабами на все дни хороший совет мудрый совет очень хороший говори себе ласково облегчай сделай так и они будут тебя с радостью услуги думая что они делают что-то великое сезон нужно нужно вдохновить людей они готовы наподать они готовы ничего не есть не спать работать за дарма ну вот дайте им идею будьте миласковые отними его пожелай ему открыть полномогодию все пришли не знаю в телевизору успеем в новогодии ну хороших я не знаю что ты сделал чтобы что-нибудь программу запустить за рождение первого ребенка десять тысячи еще что-то подобное я не знаю ничего не придумай такое чтобы люди сказали вау какой у нас хороший сайт слава богу вот тот был у него был а у нас он хороший сайт но удивительно рван видимо он еще был извините бестолковый бестолковый смотрите что делал рван но он пренебрёк совет старцев что они советовали ему и советовался с кем с молодыми людьми которые выросли вместе с ним и которые предстояли пред ним и сказал он что вы посоветуете мне отвечать на роду чему который говорил мне и сказал облегчи иго который наложил на нас отец и говорили ему молодые люди это его друзья это его одноклассники это его товарищи молодые люди говорили так скажи им мой мизинец толще чрез и это и 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 луя мы все мы умрем за тебя на поле так сказал народ слушайте братья и сестры хочу задать вам вопрос а кто ваши советы а у вас вообще есть с кем вы советы некоторые говорят не учите меня жить другие говорят третьи говорят посмотрю ка я что в наших сериалах показывают четвертые говорят послушая речь президента братья и сестры кто ваши советники вообще есть у вас духовные наставники которые могут вам дать мудрый духовный правильный совет ведь многие знаете я внутри сейчас историю слышу ситуация на грани развода приходит жена подруга говорит ну что посоветовать да бросай этого козла она говорит а у меня подруга посоветовала она бабушка сказала ОБС подождите кто вообще советник на основании каких советов вы принимаете решения я хочу сказать у каждого из нас должен быть духовный наставник тот кто мудрее выше нас человек кроме Иисуса это я не про Бога говорю я на колене перед Иисусом хорошо для этого есть священники пасторы есть просто люди которые прожили эту жизнь почему мудрые люди при принятии каких-то решений много советуются не торопитесь языком своим сказать да или нет возьмите паузу посоветуйтесь найдите человека духовного который вам даст мудрый правильный совет на основании слова у Бога скажите здесь аминь я о нем искренне это говорю потому что если у вас не будет правильных советников дьявол через эти советы молодых людей влечет вас в сторону кстати в Библии всего один раз молодые люди дают совет в этом случае и этот совет был ужасным нигде в Библии вы не найдете где молодые люди советуют и получается все круто а вот где старые умудренные жизнью духовно зрелые христиане служители наставляют молодежь очень много таких мест священных писаний поэтому пусть Господь нас благословит и лучше пример для нас Иисус как бы царёк как служить людям и бойцы человечки и для того пришел чтобы ему служили но чтобы послужить и отдать душу свою и искупление многим понятие власти есть понятие власти а есть понятие злоупотребления власти вот есть разные люди которые управляют про Суворов очень много интересного написано он был великим полководцем он очень был требовательным человеком очень я бы сказал жестоким если кто-то нарисовал правила но почему его любили солдаты почему за ним они шли через альпы умирали за него знаете почему а потому что он всегда был с ними он всегда был в обозе и он ел что они он спал где они и все говорят подождите фельдмарши зачем вам это надо однажды они ушли вперед обоз отстала и вся армия голодная представляете себе они вперед там где-то застрял обоз есть нечего раненых много только что битва была и вот солдаты видят что фельдмарши с ними голодали и солдаты где-то нашли кусочек украинские собрали сало вот нашли где-то кусочек и через его денщика передают ему пожалуйста передайте это фельдмаршалу ну пусть он покушает это от нас не христиан есть это в он говорит вот мои герои и говорит нечего а отнеси это сало в лазаре отнеси раненым вот таким он был полководцем вот таким должен быть посеток вот таким должен быть таким благополучным предприятием пусть Господь нас благословит, чтобы мы научились служить людям, а не царство пусть Господь благословит нас быть мудрыми, чтобы мы научились подставлять ключу а не требовать от людей того, чего они не могут еще одна история от апостолов тоже она как-то актуальна сегодня, вспомню про ней идут апостолы в храм и встречают человека, который просит их золото из серебра, они говорят, Петр сказал, что серебра и золота нет у меня а что я имею, говорю тебе, во имя Иисуса Христа, встань и ходи только что перед этим описано, как люди приносили к ногам апостолов подавали имени и приносили деньги удивительно, Петр говорит, нет у меня ни серебра и золота значит, ничего не прилипло к тебе, пасторю нет, ничего не прилипло, понимаете? люди, которые служат Господу, они служат Господу они радикально все что я как-то, например, вспомнил, думаю, это пример из Нового Зарета очень сильный пример для нас всех И Раван получил десять колен и он начал переживать а вдруг эти все десять колен пойдут опять в Иерусалим молиться как вы думаете, актуальная нужда у него была? а вот, смотри, они опять придут в Иерусалим поклоняться в храме то видят Раван того, который там остался, одно колено и скажут, а вот ты на царь и смотрите, он ничего умнее не придумал давайте прочитать, что он придумал у него появился план и, кстати, опять ему кто посоветовал? молодые люди и говорит Иерусалим в сердце своем царство может опять перейти к дому Давидову если народ всерьез будет ходить в Иерусалим до зеркоприношения в доме Господнем то сердце народа сего обратиться к государю своему, к Равану, царю иудейскому и убьют меня, и посоветовавшись и посоветовавшись интересно, с кем он посоветовался, да? царь сделал, внимание двух золотых кельцов хороший, да, царь? слушай, давайте сделаем других волков двух золотых кельцов и сказал народ братья и сестры не надо ходить к суда братья и сестры не нужно вам ходить в Иерусалим вот боги твои, Израиль который выверит тебя на земле египетской нормально? вот твои два идола вот золотые кельца два и поставил одного в Иерусалиме а другого в Дании не, не ходите в Иерусалиме вот я вам два места на выбор предлагаю вам неудобно идти в Иерусалиме в Иерусалиме в Иерусалиме не надо туда ходить не надо у нас своя церковь отделенная настоящая у нас свои боги у нас свои храмы ничего нам не напоминает, да? ну вот как вообще это и поставил да, и поставил он нам в Иерусалиме другого в Дании повело это к греху ибо народ стал ходить к одному из них и построил он капище на высоте и поставил из народа кому он поставил из народа? священников которые не были сынов Левина додумался а зачем нам колено Левина? подожди а вот хороший парень я его знаю может денег занес ну а давайте его сделаем священником и установил даром праздник там были праздники в Иерусалиме когда народ должен был три раза в год ходить а давай мы сделаем альтернативные праздники а нам не надо эти праздники вот с соседней страны а мы свои придумаем вот у нас свои праздники и Julian при чем он там рядочкам поставил установил Яровно праздника в 8-м месяце ου 15-й день месяца подобный тому празднику который был до Иерюдеи и приносил жертвы на жертвенники и принес жертвы на жертвенники которые он сделал в Ефиле который он произвольно назначил установил праздник для сынов Израилеров и подошел к жертвеньку сам приносил жертву подошел к жертвеньку чтобы завершить курение Ужас, нездоровая конкуренция. Как часто это бывает. Люди говорят, как бы удержать людей в нашей церкви? Так чтобы они не ходили туда. У нас в городе несколько церквей, давайте только к нам ходим. У нас самая правильная церковь, у нас бассейн. Мы лучшие, только у нас, только здесь благодать. Братья сейчас, послушайте, это же такое заблуждение, это же такая ловушка. И часто мы строим так выявляющую сектарную, которую считают церковь, отделяют угол церкови и говорят, выскучить на право. Вот только мы правы, братья и сестры. Послушайте, церковь, она не наша. Она Божья, она Иисусу Христу. Есть разные точки, где люди собираются. И те, которые на соседней улице, у нас четыре церкви протестантские, здесь православный церковь, пятый. Это наши братья и сестры. Скажите, это они. И мы не конкурируем. Мы не перетаскиваем. Мы не говорим, что он лучше и хуже. Мы говорим, что здесь тоже можно слушать Слово Божье. Вот в чем разница. Если вам в доме приходится, мы рады видеть. А если ты посол в соседнюю, ну, помолиться в другой храм? Слава Богу. Это церковь Иисуса Христа. И знаете, смотрите, что он сделал. Он установил идолов и стуканок. Царь сделал двух золотых лицов и сказал народу, не нужно вам ходить к вам самим. Вот Богик. То есть ложную религию создал. Это религиозный обман. Вроде тоже религия, но это идол. Дальше. Поставил из народа священников, которые не были и сынов Левина. А священники-то не настоящие. Вы понимаете, вы к ним приходите, а они типа в исповеди принимают, крестят, венчают. А они не настоящие. Они не имеют права этого делать, потому что Господь сказал, только из колена Левина должны быть поставлены священники. Дальше. Установил Иераваам праздник, подобный праздник, какой был у людей. И праздники по дереву. Вот представьте себе, какое идолопоклонство затеял Иераваам. Почему его так долго-то распланировали. Он настолько все изменил. Он людям внушил, что не надо в Иерусалим ходить. Не надо настоящих священников искать. Не надо настоящие праздники соблюдать. Давайте мы сделаем свою религию имени Иераваама. Мы сделаем свою маленькую секту. Я буду собирать с вас деньги. А какая разница, куда вам ходить молиться? Бог один. Не слышали такое? Ну какая разница? Бог Иисус или Аллах? Или Будда? Один Господь для всех. Подожди. Не, один Господь для всех. И только Иисус. Дверь. И только Иисус умер за нас на кресте. И только Он открыл нам и подарил жизнь вечно. И есть одна дорога на небе. Иисус Христос. И нет другого имени подниму, которому надежал бы нам спастись. Пусть никто никогда вас не обманет. И не подадимся в эту ловушку. Помните, что Бог обещал Иеравану? Что ходи по заповню моему, соблюдаем. И Иеравана решил сам устроить свою жизнь. Он думает, а зачем мне покушать в заповню по этим правилам? Попробуй-ка я сам. Вот это ошибка многих лжеслужителей. Они пытаются построить свои собственные лжеслужители, организации, где они собирали деньги. И вот эта проблема... Вокруг нас столько много. Даже христианство. В же религии. В же идолопоклонстве и все остальное. И в результате... Я не хочу сейчас никого трогать. Многие церкви, они перестали быть церквью Иисуса Христа. Они дали религиозные организации с крестами. Ну там, где голубые у алтаря. Там, где женщины правят. И многие другие вещи. Попослушайте, это прямой на выходе Слово Бога. И когда нам говорят, ну какая разница? Мы проголосовали и решили. Мы говорим о 21 веке. Это очень теперь то, что тогда было неактуально. Давайте мы все изменим. Послушайте, братья и сестры. Мы можем изменять только то, что нам Господь позволяет. Потому что Христос сказал, я создам. Я создам Христос, говорит, церковь. И брататы ее не одолеют. Если ты в церкви Иисуса Христа, брататы не одолеют церкви, ты тебя вместе с ней не одолеют. А если ты в лжей религии, в лжей церкви, поклоняешься идолам, не тем священникам и не на те праздники, ты не в церкви, ты не под защитой Иисуса, понимаете? Да, ты будешь религиозным, да, ты будешь соблюдать обряды, и денег в тебя много возьмут, но толку от этого будет никакого. Потому что это не церковь. Мы священники Бога живого. Важно понимать, кому мы служим, и за кем мы следуем. И знаете, да, вот еще один пример из моей реальной жизни. Вот нам иногда кажется, кто круче, какая церковь круче. Помню, как-то я качал моих девочек, Свету и Виолестину. Качели так рядом. Я их качал. Да, родители. Одна сидит, а вторая. Я их качаю, искренне, радостно. И вдруг откуда и самим человек говорит, я выше. Я выше. Подождите, от чего зависит их высота? А сколько папа добавил? Если папа пропустил одно движение рукой, понимаете, то кто будет выше? Вот так и думаем. Нам кажется, что мы круче, мы выше, мы лучше. Подождите, Господь строит церковь свою. Он ее созидает. Да, мы служители, мы можем качать, помогать, где-то использовав молитву, проповеди, Библию, посты. Это все инструменты, как мы должны служить. Исповеди. Мы все это созидать, Господь. Это Божье дело. И не дай Бог, чтобы оно превратилось и стало человечным. Это большая часть, которая была, ну, не дай Бог, чтобы она превратилась с нами. В чем проблема Ереван? Он был невнимательный в службе. Он не услышал первое пророчество. Он пропустил. Кое ощущение, что он услышал только, что он будет царем. Он был, да, то, что он хотел. Какое надо. Он услышал то, что, о, я царь, десять колен молитв. Аллилуйя. Подождите, остальное. Ты вообще слушал, что написано? И вот смотрите, так все. Потрясающая история. Я не знаю, она меня настолько хокировала, когда я ее первый раз читал. Я знаю, что некоторые из вас ее первый раз в нем вообще слушают. Я хочу ее прочитать. И вот человек Божий, пришел из Иугеи. Молодой пророк. Человек Божий, из Иугеи, был послан Господом. Он пришел по слову Господь в Иугеи в тот город, где заниматель идол поклонствовал. В то время он пришел, когда Иераваам стоял у жертвенника, этому идолу, сам Иераваам стоял, чтобы совершать курение. Можете себе представить? Идет вот это типовое богослужение, врывается молодой пророк и говорит, а Богу это не угодно. И произнес к жертвеннику слово. Он встал на против жертвенника и сказал, жертвенник, жертвенник, так говорит Господь. вот родится сын дому Давидову, имя ему, Иосия, и принесет на тебе, на этом жертвеннике, жертв священников высоких, совершающих на тебе курение. И человеческий кости сожжет на тебе. И дал в тот день знамение, сказал, вот знамение того, что изрел Господь. вот этот жертвенник, он прям стоит на против жертвеннике, вот этот жертвенник сейчас распадется. И петель, который на нем рассыплется. Представляете себе? Тут стоит Иерава, и его Государственная Дума, чиновники, народ, люди знатные, совершают курение, врывается молодой проповедник. Представляете себе эту картину? Даже в нашем 21 веке это было бы, да? Ну что бы сказать? Я думаю, Яков, наверное, вы сразу же с другими находит, да? Яков, как вы? Или нет? Как я сейчас забыл, что смотрят в небеса. Ну все-все может быть. И, кстати говоря, интересно, ведь он мог быть реальным в мир. Мог или нет? Я вспомнил, знаете, историю Генри Мадалу, есть такой проповедник, он сейчас, по-моему, в Украине, да, проповедник. Он рассказывал, как он был на той конференции в Эфиопии. А Эфиопия рядом с Самарином. И на конференции миссионерской в Эфиопии говорили, в Самарин мы уже послали несколько миссионерских рук, и все они были убиты. То есть все миссионеры, которые пошли проповедовать в Самарин, просто там убиты. И вот звучит призыв на этой конференции. Говорят, братья и сестры, «Кого мне послать в Сомали? Нам нужны миссионеры, которые будут проповедовать Евангелие в Сомали!» Генри Мадалова на это написано, он говорит, «Я думал, они тоже руки не поднимут, потому что, ну, представляете себе?» И я, говорит, открываю глаза, смотрю, группа молодых людей стоит перед кафедрой. Они вышли вперед, они говорят, «Господи, вот я, пошли меня!» И говорит, руководитель этой конференции, говорит, «Генри, ну, помолитесь над этими людьми, благословите их на эту поездку!» А он встал наперед ними на колени и говорит, «А я хочу, чтобы они надо мной помолились!» Потому что они посвященные Господу людям, они безумных ресторан. Понимаете, посвященные пророкам, проповедникам, которые идут исполнять волю Божию, Слово Божие. Понимаете, что, может быть, тебя убьют, может быть, тебя растут в Сомали или в этом дефиле. Ведь он, молодой человек, рисковал жизнью. Вот. И, слава Богу за таких служителей. Важно торопиться исполнить Божий призыв. Знаете, вот этот молодой человек, он торопился, он не стал думать, ну, получил он голос, на следующий год схожу-ка я в эфир. Нет, он побежал. Он торопился, прийти туда вовремя, чтобы остановить это идолопоклонство и его отслужение, все это происходит. И, да, кстати, насчет спешки. Интересная, я только вспомню молодую историю. Один молодой человек на Кавказе подходит к такому Аксакалу, сидит в дедушке с бородой, и говорит, дедушка, будьте добры, скажите, сколько часов мне дойти до этой деревни? А Аксакалу говорит, иди. Вы меня не расслышали. Сколько мне дойти до этой... времени до этой деревни, дедушка? И иди. Он говорит, ну, может, истебриться в Кавказ? Я не понял, я же вежливо, ласково, страшно. И пошел так вот. А он так давно. Таким скажу два часа. Нет, знаете, я к чему говорю, что надо все... Надо делать все вовремя точно и торопиться исполнить Бога. Очень важно, каким-то шаром идет, чтобы исполнить Бога повеление. И вот посвящение, оно выражается вот в этом исполнении точно. Кстати, Бог дал этому молодому пророку обещание, что он останется жив. Он ему сказал, заповеданно мне словом, не ешь там хлеба, не пей воды и не возвращайся той дорогой, которую ты пришел. То есть Бог ему сказал, не возвращайся на дорогу, значит, ты вернешься. Представляете, Бог утешает нас, он наша защита, он наше покровительство. И когда он дает такие, ну, как с нашей человеческой точки зрения, безумные задания, он защитник, он покровитель. Смотрите, что произошло дальше. Когда царь услышал слово человека Божьего, произнесенное к жертвеньку, вот царь стоит, к библии, то простер его руку свою. От вертвенника, говоря, возьмите его! И одеревенела рука его. Представляете эту картину? Которую он простер на него. И не мог он поворотить ее в себе. И вертвенник распался. На глазах. Вертвенник распался. И пень он вертвенника рассыпался по знамению, которое дал человек Божий, Словом Господнем. Круто? Это послушание Господа. Он пошел и сделал, что он должен был сделать. Он сказал, рискуя своей жизнью. Еще вспомнил одну историю про миссионеров. Как Бог готовит нам путь. Его зовут Джон Лейк. Это американец. Он был предпринимателем. И он услышал Божий призыв. Ехать, проповедить, и узнать. И он оставляет весь свой бизнес. У него семеро детей. Семеро детей. Говорит, жена. Тогда еще был 19-й век. Садимся на пароход, поплыли. Купили билеты, дорогие билеты. Приплыли. Они встречаются, африканцы говорят. А за каждого человека вы должны заплатить нам денег. Ну, типа, ну как, типа, Дания, не знаю, как это называется сейчас. Патент? Ну, что-то вроде. За вместо. А у него денег нету. То есть, а он, говорит. А ему Господь сказал, едь туда. И он говорит, а у нас денег нету. Мы спускаемся по травмам. Встаем в эту очередь. Ну, на выход, на домой. Вдруг к нам подходит молодой человек и говорит. Здравствуйте, я хочу за вас заплатить. Я, говорит, понял, что это не просто молодой человек. Это, говорит, Бог послал нас вот этого предпринимателя. Представляете себе, как Бог устраивает путь? Который готов был. У него были деньги. Говорят. Я вас дал, нужно, я хочу заплатить дальше. Там вот от этого порта надо ехать. Еще было на поезде сколько-то? Полторы тысячи миль до Рейхамсбурга. Они садятся на поезд. Тоже купили билеты. Выходим, говорят. Мы на первую. Мы не знаем, где мы будем жить. Мы приехали. Мы идем. Мы послушаем голосу Божьему. Мы хотим исполнить волю Божью. Как этот молодой пророк. И вдруг я смотрю, он вечно бегает по перрону. Он говорит. Миссионеры, миссионеры, где миссионеры? Как он подходит, миссионер другой говорит. Мы миссионеры. А сколько вас? Нас двое. Не, не, я не вас еще. Двину лет спускается. Поскольку? Семеро. Вот, вот, вы мне нужны. И говорит, мне Господь сказал отдать вам дом, все приготовлено. Он говорит, я стою и плачу. Я понимаю, что я не просто сюда приехал. И вот если вы почитаете историю, как он проповедовал, там такие чудеса и знамения. Докружение пришло через него. Он служитель Господень. И вот так Господь... Я чего это рассказываю? Если Господь тебя зовет и дает мне призыв идти в Ефи, ехать в Еханасбург, или еще что-либо делать в церковь преображение, сделай это. Вопрос. Слышишь ли ты голос Божий? Чему тебя Господь призывает? Вот кто-то проповедует Слово Бога, а кто-то собирает деньги, зарабатывает их, чтобы оплатить это. Понимаете? И как это в своем месте? Кто-то скажет, какое служение больше? Какое более важно? А всяко что-то не важно, если Господь тебя призывает, делать то или другое. И, смотрите, он просер эту руку, и рука его оберенела, и тут он замолился, да? И он говорит, ой! Замолился этот бедный Ереван говорит... И сказал царь человеку Божию, у милости в лице Господа... Сам царь обращается за другой, послушай, ты меня неправильно понял. Я сказал, возьми тебя не для того, чтобы ты что-то подумал. Ну, пожалуйста, милости в лице Господа Бога твоего, и помолись обо мне, чтобы рука моя могла поворотиться ко мне, ее наластивил. Человек Божий лице Господа... Представляете, какие отношения были у этого человека? Он и ему помолился за него. И рука царя, оп, повернулась к нему и стал как прежде. Это чудо! Чудо или не чудо? Это на глазах. И Ереван происходит, приходит человек Божий и говорит, это не дом Божий, это жертвенник разрушен. Ты неправильно сделал. Ты должен покаяться. Ты должен остановиться. Ты должен измениться. Без знамения. Вот теперь рука засохла, теперь исцеленный. Я Бог. Я могу не только твою руку, я могу тебя в камень превратить. Как вы думаете, Ереван услышал? Какие мы люди интересны? Уже Бог нам в прямых текстах говорит, остановитесь, пока... Не, подожди. А знаете, я не знаю, что их сдал Ереван. Может быть, он их сдал Иосию. Помните, там в этом пророчестве он сказал? Родится Иосия, который вот на этом зертальке принесет жертву. Вот сейчас мы к этому Иосию подойдем. Смотрите, история интересная. Это очень трагичная история. Вот вы влюбились в этом молодом человеке? Вот я в него влюбился, в этот пророку Божию. Посмотрите, как он закончен. Да. Вот за этот месяц следующий из Седовских там. И сказал царь человеку Божьему. Ну, он получил среднюю. Слушай, зайди со мной в дом, подкрепи себе пищу, и я дам тебе подарок. Ну, кто так сказал подарок? Царство. Но человек Божий сказал царю, хотя бы ты давал мне пол дома твоего, я не пойду с тобой, и не буду есть хлеба, и не буду пить воды в этом месте. Ибо так заповеден Господь. Смотрите, он челко исполняет Слово Божие. Что Господь сказал? Не ешь там хлеба, не пей воды, и не возвращайся в ту дорогу, в которую ты шел. И пошел он в другую дорогу, и не пошел обратно в ту дорогу, в которую пришел на Эфир. Выполнил он поверение Господа. В точности. Не пошел, не есть, не подарки получает. Просто пошел. И, казалось бы, придет он сейчас к Иерусалиму, и скажет, слава Богу за такого пастора, проповедника, пророка. Слава Богу. Ты кто-то, смотри, все произошло. В Ефире, где жил один пророк-старец. В этом городе был старец. И сыновья ему приходят домой. Пап, ты знаешь, что никого был в служении? Я не представляю. Приходит пророк Божий, жертвенник в дребезге, рука дыни отеревенела, он исцелил. Этот пророк, старый, это все слуисов. Сын его пришел и рассказал ему все, что сделал сегодня человек Божий в Ефире, и спросил их отец, какую дорогу он вошел. И показали, сыновья его, какую дорогу пошел человек Богий, приходив через другие, и оседлали ему осла, и вот этот пожилой пророк, он сел на него, поехал за человеком Богим, нашел его сидящего под губом и сказал, ты человек Божий пришел через другие. сказал я и сказал ему второй раз второе искушение, то же самое зайди ко мне в дом и поешь хлеба как вы думаете, что сейчас ответит молодой человек? тот сказал, молодой пророк я не могу возродиться с тобой и пойти к тебе не буду есть хлеба, не буду пить у тебя воды все вместе, ибо словом Господь им сказано мне не ешь хлеба, не пей там воды не возвращайся в ту дорогу, в которую ты пришел и сказал он ему, этот старый пророк я пророк, такой же, как и ты, юнец я такой же, как и ты ты еще пошел пешком ходил когда я уже тут на коленях стоял и ты мне будешь перечь и ангел говорил мне словом представляете себе, он говорит и ангел мне говорил словом и сказал вороти вот этого, его, вот этого к себе в дом, пусть он поешь хлеб и подопьется воды и он, написанный этот пророк, солгал ему ангел ему не являлся он все это сам предул самое ужасное, что этот молодой пророк поверил, и тот воротился с ним и поел хлеб в доме его, и напился воды братья и сестры, слушай, это такая для нас важная история как часто мы можем встретить человека, который скажет я помазываю Господь, слушай меня братья и сестры, с кого-то можно слушаться? Господа или самого крутого проповедника? Господа если Господь тебе говорит, учитесь слушать Бога вы знаете, оказывается, для меня такое только откровение оказывается, бывают пророки, которые могут брать он стал правым как так? как так? он говорит, а ангелы мне явились оказывается, есть люди, которые могут нас обманывать даже со словом будут в руках и это все реальная жизнь бойничный человек пророк как есть хорошее место, такое резкое берегитесь псов в Библии не садите его берегитесь псов эта группа такая была музыкальная, христианская как это называется, берегитесь псов выступает группа, берегитесь псов к нам приезжали быстро не всякие говорящие мне, Господи, Господи воебет Царство Небесное но исполняющие волю Отца моего Небесного многие скажут мне в этот день Господи, Господи мне от твоего ли имени мы пророчествами твоим ли именем бес обозгоняли и твоим ли именем много чреза поили тогда объявлю я никогда не знал вас отойдите от меня, делающие беззакожные смотрите, в чем эта история закончилась когда они еще сидели за столом слово Господне было в пророк воротившего его и произнесло к человеку Божьему пришедшему из людей и сказал так, говорит Господь, за то, что ты не повиновался устав Господа и не собрил повеление которое заповедовал тебе Господь Бог твой но оборотился, ел хлеб и пил воду на том месте о котором он сказал тебе не ех хлеба, не пей воды тело твое не войдет в гробницу особь твоих после того, как тот поел хлеба и напился поел молодой пророк напился, оседлал осла для пророка ну, этот пожилой там осла и проводил его и отправился тот и встретил его на дороге лев и умертвил его вот этого молодого пророка и лежал тело его, бросенное на дороге осед и стоял подле него и лев стоял подле тела какая грустная история какая поучительная для нас я хочу, чтобы мы об этом молились и размышляли оказывается, вот этот молодой пророк который буквально вчера был готов на великий подвиг он пришел и сделал оказывается, через несколько некоторое время он спал в ступнику и просто был убит что-то сказать он не слишком ли это жесток а в чем была проблема у этого молодого пророка а он не в точности исполнил то, что Господь ему сказал и кто-то его соблазнил и кто-то его становил и кто-то ему вносил другую мысль и слушай Господа послушай меня я такой, как ты я видел ангел меня слушай я тебе, кто скажет я тебя научу братья и сестры я хочу, чтобы мы следовали за Иисусом в точности соблюдая то, что он говорит интересно, вот этот пожилой Харков настолько прочувствовался что он говорил после погребения он сказал сновьям своим когда я умру охраните меня в гробниц в которой погреблен этот молодой человек Божий подле костей его положите кости мои ибо сбудется слово которое он был поверить в расходе произнес о жертвеннике в Ефире и о всех капельщах на высотах в городах самарийских ну а что же Иераваам там? вот смотрите все происходит на его глазах жертвенник разрушен рука исцеленная пророк пришел и как вы думаете наверное на следующий день Иераваам издает указ уничтожаем золотых лицов разрушаем эти индивидорские храмы да? и поклоняйтесь только как вы думаете? нет удивительно после всего события Иераваам не сошел со своей худой дороги но продолжал ставить из народа священников высот это вело Богу Иеравааму к греху и к погибели и к истреблению его с лица земли и почему Иераваам не послушался мы не знаем может кто-то сдал Иосифа знаете я думаю вот так там было предсказывалось что в Иеругее в том царстве который он уколен родится Иосиф и он придет и всех священников убьет и все это разрушит и он слушай там кто родился у них? не Иосиф 5 лет прошло 10 лет прошло 50 а он царствовал 41 год то есть он уже не царь а то 50 лет нет Иосифа 100 лет проходят нет Иосифа 200 лет проходят нет Иосифа подождите может быть пророчество было ложное? 300 лет спустя родился Иосиф об этом я тоже буду проповедовать и он пришел в Иерусал и он нашел вот эти кости этих лз он разрушил этих идол этих храмов этих костей священников уничтожил как было то и сказано еще его подбери к этой могиле где лежал молодой пророк и он спросил а это что за могила это могила того молодого пророка который приходил пророчество что ты враги себе это сделал и он тогда понял что Иосиф понял что он не просто так себе царь случайный человек но понял что Господь его исправил это был один из двух царей который делал угодный перед господом всего два царя в Иерусалии в Израиле ни одного которые делали угодный перед господом один из них Иосифа вот такая трагическая история ну и последнее заключение в Иерусалии это маленькая история братья и сестры я хочу чтобы мы с вами там есть и третье пророчество но я его пропущу читайте дома 14 главе вообще к Иеравану было три пророчина три где Господь ему говорил и он ничего не услышал удивительный человек удивительный отступник не дать Бог чтобы мы подражали ему и как я уже сказал 25 раз в Библии после Иеравану упоминается такой-то царь делал то же самое что и Иераван который вел народ после Иеравану 25 раз 25 ссылок на этого жарского отступника и последнее место перед молитой я хочу чтобы оно стало когда мы будем молиться мы как-то его на малой группе читали не влекаясь очень актуально для нас все это слова Иеравану из первой главы восьмой стих я хочу чтобы это стало активизм наших жизней да не отходит книга сия книга закона дай вместе прочитать 3-4 здесь очень много важных мыслей есть книга закона Божья есть Библия есть Слово Божья братья и сестры улыбите Слово Божья для нас оно есть написано внимательно как я сказал слушайте Господа Духа Святого который вам говорит что-то тихо вейни Духа Святого он вам говорит каждый день проблема не в том что Бог не говорит проблема в том что мы не слышим если что-то нам Господь говорит я говорю это себе и всем нам давайте как это исполнять в точности исполнять все что в ней написано в точности если ты чего-то не понимаешь и очень еще не родился сказано тебе разрушить что-то сделать прийти а можно я по интернету передам это послание а не при друге нет нельзя Господь сказал иди туда а можно я подождите братья и сестры сделайте в точности то что Господь хочет и сказал вам в слове когда ты будешь успешен в путях твоих ты будешь поступать в благоразумие мы хотим быть успешными мы хотим быть мудрыми благоразумными во всех своих путях и секрет нашего благословения следование за Иисуса за исполняет Его Слов в точности и всегда пусть мы будем теми пророками которых Господь использует для славы твоей каждого на своем месте вы знаете я искренне верю что каждый из нас призван неслучайно в 21 веке мы неслучайно живем здесь мы неслучайно имеем свое родство определенное мы неслучайно работаем там где мы работаем у нас неслучайно есть соседи с которыми мы встречаемся мы неслучайно едем в другие страны на все это есть воля Божья и как Батя нам понимает куда нам идти а куда не идти что нам делать а что не делать что нам говорить а что не надо говорить понимаете насколько важна вот это непрестанно молиться насколько важна вот эту связь с Господом иметь потому что Бог через нас хочет что-то сделать и Он ищет вот этих пророков послушных которые могут остановить изменить что-то выдал ну и поклонствует еще другое поручение Господь дает кому-то Господь скажет заработай денег и построи храм это дело в офисе кому-то скажет где в Африку миссионерам или в Сибирь на Ямал выезжай проповедуй Евангелие Господь смотрит все и твое ну как я вам пример привел когда Бог людей послал на встречу к Жону Лейну послушайте братья и сестры Господь идет впереди нас Он наша защита если вы будете стоять перед людьми мира сего и вам будет страшно Господь будет за вас и к вам не прикоснется как в 90-м псалме написано как там падут перед тобою тысячи, десятки тысяч не прикоснутся к тебе правильно я говорю? вот, то есть знаете, если Господь с тобой не прикоснутся к тебе я хочу, братья и сестры, чтобы мы эта история, она такая грустная с другой стороны, история о раздевленном царстве давайте в точности соблюдать вот эти если Господь нам говорит, если мы будем следовать за Господом то он нас благословит, верите в это? вы верите? вы верите в это? если мы будем следовать за Господом то мы будем спасены и наш род спасет Вы верите в то, что Господь нас материально и духовно, и физически обеспечит? Верите в это? Я в это верю. Я верю, потому что, может быть, вы какие-то безумные, вы во все верите. Я верю в то, что Господь сказал. Я верю в то, что Господь сказал в своем слове. И я знаю, что если вот эти пророчества сбываются в начале стадии, как вот в этой истории, Иисус обещал воскрес на третий день, и Он воскрес. Он сказал, что Дух Святой, и Он пришел, значит, будет все и конец этого пророчества. Скоро будет царство и сесть Иисуса Христа. И слово «скоро Христос придет за свою церковь взять его». Вопрос. А мы будем спасены? Что напишут на нашем могильном надгробии? Он веровал в Господа, как на могиле нашей бабушки написано. Она верила в Бога и любила жизнь. Может, и так напишут? Она верила в Бога и любила жизнь. Или как на могиле нашей мамы написано. Мы расстаемся, чтобы встретиться навсегда. Или будет написано, не дай Бог, Он делал зло. Братья и сестры, я не хочу такого надгробия. Но наша жизнь определяет наше будущее. Наша судьба сегодня во многом, как и странно, прозвучит от нас самих. От нашего выбора. На чьей мы стороне. Кому мы тянемся. Кто мы, праведники или нечестивые. Будем ли мы продолжать делать грехи, и мы будем каяться и вставать перед Господа. Какое весо, какое направление мы берем? Куда мы хотим двигаться? Господь нам поможет. Но Он будет поднимать тех, кто хочет подниматься. Он будет давать рот, кто ему протягивает. Понимаете? А если ты уходишь от Господа и говоришь, нет, мне это не надо, Не дай Богу. Не дай Богу. Да, пожалуйста. У меня такое слово переживательное. Я не знаю, не знаю, что многих будет проповедовать, но Господь положил мне такое сказать, что в нашей цели появился идол. Идол, которому названия нет. Когда мы говорим на Божий призыв, нет. Когда в нашем сердце появляется много духовных, в кавычках, причин сказать Иисусу нет. Когда идет призыв к какому-то служению или к чему-то, что мы можем сделать в церкви, в наших сердцах появляется слово нет. Я хочу сказать, скажи Иисусу да. Всегда говори Иисусу да. Если эти духовные причины, они могут быть очень такими вескими, политическими, там, это Иерархам, Иерархам вывел свои причины, чтобы не ходили в Иерусалим для поклонения. У нас могут быть такие причины, ну, а зачем? Чертное служение Богу. И что мы будем служить все друг другу, когда там Нин погибает или... Не, я ничего не буду делать. Пусть другие кто-нибудь. И сегодня мы получили пригласительные на день рождения Иисуса. И Иисус приглашает вас, и я скажу Ему нет, или скажу Господи, да, я приду. Я приготовлю свое сердце, приготовлю тебе подарок. Я приготовлю то, что будет созидать церковь. Для меня очень таким важным местом стало 1 Петра, 4 глава, 8 стих. Более всего имейте усердную любовь друг к другу. Друг к другу, это к верующим написано. Более всего позаботьтесь друг о друге, любите друг друга, служите друг другу. Служите друг другу, 10 стих. Каждый тем даром, какой получил, как добрый, как правостроитель. Служите друг другу. Каждый тем даром, который получил. Я представляю, если мы живем в семье и не служим друг другу. Мы, дети, вы там сами себе приготовите, я пойду кормить голову. Родители, вы сами мусор унесете, а мы пойдем там мусор убирать, где-то еще. Если мы не послужили у себя дома, если мы не накормили наших детей, если наши дети не подвели полы или там не заправили свои постели, как они могут служить другим? Прежде всего позаботьтесь, начните служить церкви у себя, своим братьям и сестрам. Господь начнет раскрывать новые пути. И у нас появляется такая причина говорить, в смысле, нет. И в момент всех, что сильное переживание было, я прямо молился об этом. Что приносит нам нет? Я не знаю, будет ли это причиной или как бы приказательством. Нет, это мы говорим, но мешает вот так, и в вашей жизни. Есть волосы, которые ведут нас к смерти. И этот плод, уже на роду, и многие устали, но в плод, я начал замечать, что в нашей церкви стал появляться этот плод, нет. Вместо да, вместо я послужу, вместо да, я отлипнусь, да, я сделаю. Мы находим причины сказать нет, мы находим причины веские внутри себя. Вы, может быть, все равно пробуете об этом сказать, я не буду время ваше отнимать. Но скажите в суду да, дорогие мои. Просто заметьте в своем сердце, если я говорю нет, что является причиной моего ответа. И Господи, я скажу тебе да. Я буду всегда говорить тебе да. Бог очень часто возвращается к нам через простых людей, не только через служителей, но и друг к другу. Мы иногда говорим нет, мы говорим нет на искусстве, мы сами. Мы не служим друг к другу, мы не посетим, мы не... много это не приносит отрицательную в нашу жизнь. Говорите Иисусу да. Вся вот эта история про Соломона, он сказал Иисусу нет и развратило сердце его. И Раваам, он сказал Иисусу нет и развратило сердце его. Все, кто говорили Иисусу нет принесло этой жизни урон. И даже этот молодой пророк ему Бог сказал, и он сказал нет. Случал он в жерудке, хотелось пить, и пошел поел в воде. Это все принадет нас к этому, и наши жертвы будут разрушены, наши семьи пострадают, наши дети пострадают, и с ним будем говорить нет. Вы говорите Иисусу да. Вы однажды сказали да, когда увидели его распятого, он умер за моей грехи, да, Господи, я хочу любить тебя, ты полюбил меня так, что он получил свою, а мы наши жизни бережем, и наши люди говорим нет, скажите Иисусу да. Спасибо. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе, все могу. Когда он хочет сказать нет, скажите лучше. Да. Я все могу в укрепляющем Иисусе не на самом успехе хочется сказать нет, а в Иисусе с Иисусом приступство получится. Давайте мы сейчас помолимся за заключение этого в укропа, в укрепляющем призыву, как пастор Юрий сказал, в укропе Иисусе, встать на колени, сколько вперед выйти, или на своем месте, несколько минут проведите в тихо-молитве. Знайте, вот ведь прям сегодня во время проповеди вы увидели идолов, которые заслонили вам Иисуса. Может быть это любимый телевизор, может быть это компьютер или интернет, может быть это какая-то греховная зависимость, от которой вы не можете избавиться. Знайте, скажите сегодня Иисусу об этом, сегодня повернитесь лицом к Богу и скажите Господь Иисус, вот я, пошли меня, вот моё сердце, вот моя жизнь, вот моя судьба в твоих руках. Я прожил ту жизнь, может быть не так, как ты и хотел до этого, но с этой минуты я хочу посвятить тебе всю свою жизнь, в своё сердце. Сколько ты лет или времени не дал мне жить, помоги мне не просто жить и пить воду, не просто тратить время, силы, здоровье, финансы на что-то неважное, второстепенное, мирское, но чтобы Господь я всё это служил для славы Твоего. Скажите от Иисуса искренне, помолимся, и комолируй. Благодарность тебе, Господь, за то, что сегодня мы услышали, заценность славы, которые тут призываешь человека истинной отдачей своё сердце в твоей жизни. Господи, я поблагодарю тебе, что ты меня встретил на меня 20 лет, и по нему тебе хотелось занять, Господи, сохранить эту дело, с любованием и тебя улучшать и виду с человечеством Господи, право и веса. Любящий Господь, я поблагодарю цепочку и вижу, что она сегодня готовна и детьми. То есть хочется видеть это будущее.